В селе Майское Краснозёрского района вот уже три года у местных жителей есть возможность заниматься в современном спортивном зале. Построить такой спорткомплекс в населённом пункте, где чуть больше тысячи жителей, практически нереально. Здесь это сделали и теперь тренировки проходят весь день. Кстати, занимаются все категории населения, в том числе и дети из рядом находящегося детского сада. Конечно, увеличилось. И желающие есть. И сейчас с приходом медицинского работника хотим ещё организовать, чтобы и детская была. Не команда, а именно те дети, которые в детском саде принимали участие и при участии с детства к этому, чтобы они знали, что такое спортивный зал и чтобы потихоньку шли туда заниматься. То есть, я так понимаю, вы хотите прям полноценно сделать группы для спорта, чтобы занимались детишки маленькие, начиная с детского сада? Да, мы хотим именно завлекать детей. Не тех, которые, допустим, в школе в 11 классе, а вот именно с детского сада взять и потихоньку их туда... На сегодняшний день у нас есть работают тренера, которые два раза в неделю приглашают из детского сада. Это у них уже, как сказать, норма для того, чтобы приходить сюда и заниматься спортом. Вот такая пока вроде лечебной физкультуры, да? Да, типа лечебной физкультуры. Закупленные лыжи, значит, чтобы, опять же, для маленьких, для того, чтобы они... Есть лыжи и для взрослых, и для пенсионеров, для всех. То есть здесь спортивный зал должен работать не только на какой-то, а вот начиная от детского возраста и до старших. Старшее поколение на более активное. И вот они стараются передать уже молодым свои навыки. Ну, я так посмотрел, что не только дети сюда приходят заниматься, но и взрослые населения. То есть тоже сработало вот это вот появление вот этого спортивного комплекса? Сработало. Наши участники, то есть, так сказать, пенсионеры принимают активное участие и занимают призовые места в Олимпиаде по Краснозерскому району средних пенсионеров. За три года существования спорткомплекса в селе Майское активно начали развивать волейбол. Сегодня с местными школьниками работают сразу несколько тренеров-инструкторов. Проходят здесь и районные соревнования. Ну, приходят дети, ну, минимум восемь, максимум, там, пятнадцать человек. Каждый день занимаемся с семи до десяти вечером. А, ну, то есть, прям вот как пошел, потом как пошел. Ну, а взрослые населения приходят? Занимаетесь со взрослыми? Ну, они приходят, но в этом году пока еще не было, с уборкой разбираются, поэтому... Сельская местность, она такая. Ну, а вообще уборочная кампания сейчас до конца завершится? Да, и они все будут ходить. Охота больше проводить соревнования, чтобы мы выезжали, к нам приезжали. Ну, и массовость, чтобы побольше детей приходило. Помимо волейбола здесь появилось такое направление, как баскетбол. Пенсионеры по вечерам собираются и соревнуются в шахматах. А впереди у властей майского сельсовета и вовсе грандиозная задумка. Хотят открыть секцию хоккея. И для этого намерены построить крытый ледовый ангар. По крайней мере, у нас есть спортивный комплекс, есть уже искусственное футбольное поле. И теперь нам назрела обстановка, чтобы у нас была крытая хоккейная коробка. То есть для этого у нас сделан отмежеванный участок, проведено электричество, подведен водопровод. И сделаны две раздевалки для своей команды и для гостевой. На данный момент, значит, ежегодно заливаем лед, закупленные есть уже коньки и проводим катание просто еще. Но массовых игр по хоккею нет, потому что это очень дорогостоящее удовольствие. Ну, хотите, чтобы, вот мечта тоже была, чтобы построили открытую ледовую площадку? Ну, она сбудется. Я думаю, что она сбудется. С помощью, конечно, наших властей, вышестоящих. Едем в райцентр. В Краснозерном также планируют уже в следующем году построить крытый ледовый дворец. Все документы готовы, место выбрано. Осталось получить деньги и приступить к строительству. А пока же здесь подводят итоги местной ДИСУШа. Из года в год в нашей спортивной школе занимается больше 700 человек. Изменилось отношение именно к спортшколе. То есть сейчас дети идут уже целенаправленно. Не просто провести время, а уже себя готовят к поступлению куда-то, свои интересы. Готовятся к комплексу ГТО. То есть стали относиться профессионально к этому делу. Большое количество детей занимается у нас именно больше оздоровительными. В оздоровительных группах, группах начальной подготовки. Но уже дети, которые хотят связать свою жизнь со спортом или показать достойный результат, переходят на учебно-тренировочные группы. Во многих высших учебных заведениях в Новосибирской области очень ценят студентов-спортсменов. Они более серьезно относятся к учебе, терпеливее и могут представить вуз во всероссийских соревнованиях. Поэтому спортсменов отбирают, когда те еще занимаются в Краснозерской детско-спортивной школе. Каждый выпускник уже подбирает себе учебное заведение, знакомится. Некоторые руководители уже сами с нами связываются, чтобы мы поставляли кадры. В последнее время уже шесть выпускников наших спортивной школы учатся в физкультурном институте, в школе Олимпийского резерва. И надеемся, что они вернутся к нам назад. Один из последних примеров успешной работы Краснозерской спортивной школы чемпионат Новосибирской области по тяжелой атлетике. Воспитанники ДЮС США стали победителями соревнований нашего региона. Первое командное место. То есть мои ребята, возраст 99-й, 2005-й год, чемпионы области получается. Жим штанги, да? Да, по жиму штанги лежа, безыкипроволочному жиму. Но сколько ребят вы возили? Семь человек. Команда семь человек. Планировалось девять. Ну, в силу сложившихся обстоятельств не смог девять выставить. Ну, хватило семь человек. Ну, а вообще кто главный конкурент? Купина. Купина, Купина. Город Купина. Разница между первым и вторым местом. Одно очко. В Краснозерском районе есть отличная спортивная база. Результаты там были всегда. Многие районы уступают в этом направлении. Однако, с каждым годом ситуация постепенно выравнивается. Стройки идут по всей области. Совсем скоро завершится отделочная работа в новом Купинском стадионе. К Новому году появится крытая хоккейная коробка в Северном. Арена 300 уже работает в Искитиме. В Ордынском в середине лета играют матчи чемпионата области по футболу на искусственном газоне. Такое же совсем скоро появится в Ленево. Вбиты первые сваи для фехтовального центра в Новосибирске. А вот центр спортивной гимнастики уже на стадии завершения строительства. Каждую неделю сюда приезжаю, каждую неделю что-то меняется. И приезжаешь, душа радуется, что действительно мы смогли убедить и Минспорт, смогли убедить правительство, что однозначно такой зал нужен. Именно мы же делаем чисто по спортивной гимнастике. Это один вид спорта будет. Конечно, все обижаются немножко, и художественная гимнастика, и акробаты, но тем не менее, какой был объем проделан по поводу того, чтобы этот зал состоялся, конечно же, было сделано очень многое. Мечтают построить современные спортивные стадионы и в Новосибирском районе. Сейчас, например, в Криводановке проходят крупные турниры на базе Дома культуры. Просто помимо актового зала здесь есть и спортивный. Однако в скором времени планируют построить отдельное спортивное сооружение. Я думаю, что если мы сделаем комплекс, который бы соответствовал всем требованиям, где бы можно было проводить 5-7 видов спорта, я думаю, что это будет самый-самый подходящий вариант именно Криводановский сельский совет. Я так понимаю, в планах есть уже разрабатывать? Есть, есть. Естественно, количество желающих заниматься в спортивных секциях растет. В прошлом году мы открыли спортивный зал в Краснообске. Там не было ничего подобного. И мы видим, насколько сегодня интерес огромный к этому направлению спорта. Вообще в Толмачах развивается вообще уникальный проект под названием «Пригородные просторы», где целый комплекс спортивных объектов создан. И у нас есть полная уверенность, что мы на правильном пути. Есть большие планы и в Куйбышевском районе. Сегодня там хотят довести до ума проект крытой ледовой площадки. В ближайшем будущем на очереди и реконструкция центрального стадиона. Мечтают о более современном спортивном комплексе сегодня и болельщики волейбольной команды «Олимп». Мест в зале не хватает. А ведь в этом году уникальная команда празднует свой 10-летний юбилей. А вы наскольку можете вспомнить вторую сельскую команду, которая играет в «Пришелеге»? Согласен. Мы гордимся этой командой. Это наша гордость. Мы идем в середине турнира на таблице, мы готовы и умеем побеждать. Я думаю, что мы будем выше. Задачи какие тогда на сезон? Бороться и побеждать. Конкретного нет? Бороться и побеждать. За 10 лет существования команды «Олимп» делались только шаги вперед. Вот и сегодня, в юбилей, куйбышевские девушки громят коллектив из Тюмени 3-0. В этом юбилейном сезоне «Олимп» как никогда близок к первым в своей истории медалям высшей лиги А. Продолжение следует.